Доброе утро. Так, у нас сейчас 3 часа дня. Где-то в 5 утра мы приехали. К 6-ти легли спать. Проснулись, я проснулся в час, Ваня проснулась в 11. Влад еще спит. Я пока что не встал на ноги. Поэтому не знаю, что будет, когда я встал. Ну, будешь ползать. Я только до стола до ползти. Да, мы еду принесли. Так, мы съели бутербург. Прямое включение. И вот мы уже с вами в Берлине. Как вам? Как вам? А вам как? А им как? А никого нету, потому что мы одни здесь. Все для нас. В общем, мы покушали прекрасных бутербродов, сделанных Варей и Яном с красной рыбой и... Как это афиге называется? Адвокатом. Адвокатом. Ужасная, ужасная мерзость. Но было вкусно. Адвокатом. Сосиски С картошкой С пивом Вкусно Смачно Расслабляюще И шли мы 10 км в одну сторону Сейчас идем обратно Осталось уже 4 Серьезно? Мы 10 км шли В общем идем и Идем мы Мы идем Обратно в отель Там приготовим пиццу, заварим чай Будем кушать Отдыхать А завтра утром наверное 5 Погуляемся или на велосипедах поедем В 10 часов у нас выселения из отеля И в 3,5 часа дня У нас Автобус до Варшавы Поэтому Все круто Вот мы гуляем по Германии По Берлину По центру Прошли как бы Большое расстояние Ощущение что мы в Германии Абсолютно нету Вот ощущение немецкого города Было вчера Когда мы ездили по этим маленьким городкам Где красивая архитектура Их именно стиль Здесь в Берлине этого нету Да в центре там есть пару сооружений По типу замков, костелов Ворота главные И это все Дичайше кайфануло от него Спокойной ночи Да Доброе утро Доброе утро Недолго песенка играла Недолго Фрайор весел был Теперь мы Уезжаем Обратно к себе Уже можно сказать На родину Родную гавань Да Отчаливаем С радостью И немножко Печали в сердцах От того что Пробовали здесь не так много времени Как хотелось бы И не столько повидали Как хотелось бы Вот такие усилия Приходится преодолевать велосипедисту Чтобы просто Привозить свои вещи Просто Просто Да Начинается В общем Мы выехали из отеля Идет дождь Мы едем в центр города Чтобы посмотреть его до конца Во-первых в ночи не все было видно Во-вторых мы не дошли до Самых главных достопримечательностей города Поэтому сейчас едем Пофтографировать Посмотреть И потом уже Едем в аэропорт Это будет еще 30 км И оттуда уже автобус Того за все путешествие У нас выйдет чуть больше 200 км На велосипедах И это круто С учетом того что Варя и Влад Практически не ездили Ну Такие расстояния Тем более Но и в целом У Варя максимум был 50 км Влад Когда-то давно С друзьями ездил Около 100 Но Сейчас другие условия Совершенно У нас прогресс Мы уже едем Группой в 10 человек Потихоньку собираемся Просто начинаем новое движение Называется Через страны на велике Вот И собираем потихоньку людей Мы с ними будем ехать в Польшу Я думаю будет порядка 2000 человек Но пока что только 10 Вот Присоединяйтесь На велосипедах На велакс-порт На велосипедах Крым Дом Крым 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 Продолжение следует На великого Крым 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 Патер Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы доехали до конечной точки маршрута Все, теперь в магазин и в аэропорт Вчерашние впечатления были немного обманчивы по поводу города Потому что мы прошлись рядом с центром Но всех вот этих культурных зданий мы просто не видели Частично только Ну и тем более ночью А сейчас мы проехали, здесь действительно красиво То есть город очень красивый, именно в центре Да, Варя? Что? Красиво в центре? Да, да Вот по поводу велоинфраструктуры Тут просто все идеально Тут просто отдельная полоса на дороге Практически по всему городу, это так И вообще супер То есть мы едем как машина Вот топор, говорит, красный Мы стоим Зеленый Мы едем Вот Очень удобно сделано Дороги здесь хорошие Не везде, конечно, почему-то Но вот За городом все просто идеально Но в самом Берлине чуть похуже Дороги здесь хорошие Еще, что сразу заметилось Когда мы въехали в Германию вчера Это то, что Водители автомобилей Очень уважительно относятся к велосипедистам Они всегда пропускают Даже если им горит зеленый Велосипедистам красный Водитель останавливается, чтобы велосипедист смог проехать Это очень круто То есть В сравнении там с Белоруссией Даже с Польшей Здесь с этим намного круче Пока я здесь на камеру все рассказывал Варь и Влад куда-то уже потерялись Но они Отстали очень сильно А я просто увлекся Снимал Где вы были? В Казахстане Ну что? А Ну я просто увлекся Снимал видео Рассказывал на камеру все Потом смотрю У вас нету зали Я тоже снимаю Только на телефон Ага Мы сходили в магазин Я купил себе фурму А еще мы взяли молоко Это для сбышка В общаге Мы уже едем по пути из Берлина И здесь Вот такую штуку нашли Мы не думали к ней ехать Но вот Галерея представляет собой Самый большой и самый известный Сохранившийся участков Пограничных сооружений Берлинской стены Ладно В общем это стена Это Берлинская стена была Когда-то Вот Является ею сейчас Только сейчас Она разрешена Берлинская стена Но Берлинская стена имеется в виду Которая разделяла Очень точную западную Германию Теперь это выставка Художника Теперь это Как бы достояние Прошлих лет И как бы символ Отражения Разделения людей Которые При помощи единения И искусства в том числе Смогли разрушить оковы И Познать мир В 1989 году В общем Здесь Около 180 Разных картин От 100 С чем там художников Из 21 Одной Или около того стран Так А вот мы нашли Знаменитую картину В общем на этой картине Целуются Брежнев И Эрик Ханнекер Это Канцлер Германии Знаменитая картина На этой стене нарисована Прикольно Все, уже выезжаем Из Берлина Едем в аэропорт Оттуда у нас автобус Здесь еще вот участок Красивой архитектуры Субтитры создавал DimaTorzok Мимо турников Проехать я не смог Мы остановились Буду подтягиваться В общем мы поднимались туда наверх Потому что по велодок навигатор Нам нужно выехать на трассу Которая сверху здесь идет Вот А там закрыто Мы поднялись туда с велосипедами Теперь спускаемся оттуда Мы нашли нормальный заезд наверх По велодорожке Просто навигатор устаревший Видимо И на нем еще нет этой велодорожки Началось то Чего мы ждали всю дорогу На что мы надеялись Еще до начала нашего путешествия Пошел дождь Впервые он сильный Я считаю что это отличный конец Но нам еще 10 километров ехать Вот так вот Если говорить как есть на самом деле То мы смотрели прогноз погоды До того как ехать И там все наши дни Они с дождем были Вот И нам на самом деле очень повезло Что мы проехали Практически весь этот путь Без дождей Ну был такой мелкий Но Нам повезло Мы уже возле аэропорта Нам нужна полоса 1-2 До нее еще 5 километров Вот До Автобуса на 40 минут Не успеваем Мы кое-как нашли станцию Откуда отправляются автобусы Кликсбасс Но Отправления через 4 минуты Нашего автобуса еще нет А так автобусы не стоят Но Нашего номера Почему-то нет Будем ждать В общем нашли мы наш автобус Мы приходим Садиться уже Показываем билет А нам говорят А нам говорят Что Наших билетов нет На этом автобусе То есть Наш рейс отменили И Мы начинаем искать Контакты Поддержки Фиксбасс Чтобы Разобраться в проблеме Там Либо нам Чтобы вернули деньги Или Нас пересадили на новый рейс Где можно перевозить велосипеды В итоге Я подключаюсь к интернету И замечаю Что мне пришло письмо Буквально полчаса назад Что Наш рейс перенесен На час позже Потому что В автобусе Который пришел на наше время Нет укрепления для велосипедов Поэтому Сейчас Отъедимся в аэропорту И Придем на автобус Ты рассказал по факту А я расскажу с эмоциональной точки зрения Я уже подумала Что нам придется ночевать на улице Ехать обратно Петлять в Берлин Там искать отели Тратить еще 200 злотых Вот А оказалось Что у нас сейчас в автобусе Я просто ожидал Что Окей Нас отменили Рейс Значит Мы просто ночуем В аэропорту Дожидаем следующего дня И так же самое Надеемся на то Что нас не кинует С фриксбасом Ну вот Поэтому мне довольно грустно Потому что приключение особо не вышло Только что мы приедем На час позже Вот Как говорит наш препод По этому пактерскому Сукин ты кот Вот Да Мы решили покушать Выпились по сэндвичу Я не могу найти Приватого Что надо пить Камерой Все Приятного аппетита Нам Мы опять пришли на Автобусную станцию Через 5 минут Отправления Автобуса еще нет Вот Мы сели в автобус Все отлично Мы довольны Мы только подъехали с велосипедами К автобусу Водитель Он не знал Как крепление работает Он просто Не понимал Как крепить Павел раз Велосипед ставили Снимали Потому что Крепление Которое держит его Оно просто Не подходило Ну Потом разобрались И смогли сделать Мы приехали В Варшаву Вышли с автобуса Собрали велосипеды Едем В общагу Собрали себя в руки Да Забыли о старом Представляем Получше Ездим обратно Да В принципе Это Практически Самый конец путешествия Нам совсем ничего Остается доехать Только до общаги Все по одной улице Практически Но в общаге На смене Низбышек Поэтому молоко Мы Отдадим Только завтра И вот Мы уже едем Последний Заключительный Километр Нашего Путешествия И В Варшаве Тоже дождь Не такой сильный Но идет дождик Но Нам-то ничего У нас уже общага Будет через 10 минут С теплыми комнатами С теплыми комнатами Мягкими кроватями И Без Бышека К сожалению Забеги На 2500 километров Побеждая заслуженно Я Я Ну что вы Вот что мы вынесли Из этого Небольшого Кругосветного путешествия Мы и сами не знаем Пока что Пробуйте что-то новое И новое попробует вас Все Это конец Что ты скажешь О нашем путешествии У меня там не было Не знаю ничего о нем Не знаю ничего о нем Сложишь Ну что Какие жалобы Ау 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 Ау